Получение диплома гарантирует трудоустройство. Вакансий много, но практически везде оклад небольшой. А за приличные порой предложения бывают сомнительными. А ещё работодатели требуют опыт. Ну, где же его взять? Как итог, некоторые наши дипломированные специалисты уезжают за рубеж в поисках лучшей жизни. В Мажелисе обеспокоены этой ситуацией. Обсудим тему с депутатом Мажелиса Исламом Сункаром. Здравствуйте. Ислам Сункар родился 12 июля 1995 года. Филолог по специальности. Работал в столичной школе учителем русского языка и литературы. Был советником по молодёжной политике в Народной партии Казахстана. В марте 2023 года избран депутатом Мажелиса парламента Республики Казахстан. Казахстанцы с высшим образованием едут работать за рубеж разнорабочими. Вы об этом говорили в парламенте. Почему для вас оказалось важным поднять этот вопрос на самом высоком уровне? Ну, если брать исторически, как депутатский запрос сложился, на самом деле очень просто. Я ехал в Павлодар, в свой родной регион, на такси, через Индрайвер, в общем, нашёл, и с водителем разговаривались. Ну, и он рассказал свою историю, что на данный момент он находится якобы в отпуске, на самом деле работает там в Польше. В той же Южной Корее условия труда там бывают невыносимыми. У вас как-то не ёкает, не болит какие у вас ощущения вообще на этот счёт? Как раз-таки, если вернуться к разговору с этим водителем такси, он об этом и говорит, что... Я говорю, а почему местные там не работают? У них что, молодёжи нет вообще? Он говорит, они просто не хотят на такой работе работать. То есть это всё, весь социальный блок, на самом деле, страны отражает в этих словах. Министр труда упрекнула казахстанцев лени. Якобы работа есть, а желающих нет. Например, в Сергеевке, Североказахстанской области, требуется сварщик с зарплатой 600 тысяч тенге. Но граждане даже не хотят рассматривать эту вакансию. В то же время мы предлагаем работу с окладом в 300 тысяч. А люди, не имея ни знаний, ни навыков, требуют 800. Можно сказать, что ценности труда у нас утрачены. Человек, например, приезжает в село, даёт ему дом какой-то. Туда нужно уголь покупать, туда нужны дрова, там нужно что-то там, воду таскать и так далее, так далее. Те же самые 500 тысяч будут уходить на вот это вот обслуживание дома. И тогда он не видит для себя перспектив. Здесь ситуация описана только с одной стороны. Да, есть такая заработная плата, действительно, есть такие вакантные места. По крайней мере, те, что я видел в регионах, в отдалённых сёлах, но с обратной стороны нет соответствующих условий. Вы понимаете, почему казахстанцы едут за рубеж? Это низкие заработные платы, это в целом дороговизна жизни. То есть уезжая туда, человек зарабатывает в разы больше, чем в Казахстане он мог бы зарабатывать. На эти деньги он, соответственно, покупает здесь квартиру, там ещё что-то, отправляет своим родным и близким. На мой взгляд, здесь есть упущение нескольких государств органов, между собой скоординированность, то есть Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, Министерство труда и социальной защиты. У нас есть государственный образовательный заказ, но куда вот этот выпускник в дальнейшем пойдёт, вот этого вот чёткого понимания нет. У нас есть вроде бы как обязательная отработка гранта. Условно, я вот сейчас, например, привожу, почему-то автоматизацию управления, например, он закончил, но работает мобилографом, считается, что он отрабатывает грант. Если мы привяжем условно вот этот вот грант к обязательной отработке в отрасли или по профилю, то, соответственно, человек, прежде чем поступать, он будет уже думать, а насколько мне нужно или важно на эту специальность поступать. А сейчас, получается, что вуз любую справку предоставляет, и он закрыл свой вопрос, связанный с трудоустройством их выпускников. В свою очередь не будет той самой кривой статистики, где у нас выпускники трудоустроенные, имеют хорошие оклады, работают по специальности и так далее. А по факту у нас дефицит и не хватает профессионалов. А ещё какие упущения, если говорить конкретно со стороны государства? Требовать одной отработки просто без создания достойного уровня заработной вклады. Одна из мер, которые наша партия регулярно озвучивала, это ратифицирует Конвенцию Международной Организации Труда о минимальной заработной плате. И уже там минимальная зарплата в Казахстане будет порядка 130 тысяч тенге. У нас получилось так, что у нас не структурирована вот эта вот потребность рынка и подготовка кадров под рынок соответствующая. Поэтому там одно из предложений тоже было разработать механизм передачи в доверительное управление крупным предприятиям нашей колледжи. Об этом же тоже уже давно говорят. То есть одно же дело говорить, а другое дело делать. Почему этот механизм ещё не реализован, я не знаю на самом деле. Я видел, что в концепции что-то подобное предполагается, но и такого успешного опыта мы ещё тоже не видели, потому что в целом мы ещё не перешли на вот эту вот работу. Но я думаю, со временем мы всё-таки перейдём, потому что, ну, по-другому никак. Есть же ещё проблема связана с тем, что у нас там люди уезжают за границу не просто работают, но то же самое там учиться и потом там остаются. Поэтому похвально вот эта работа там Министерства науки, когда зарубежные вузы сейчас приходят в Казахстан для того, чтобы дать качественное образование здесь. Ну, здесь вопрос теперь, чтобы сам рынок труда присоединился сюда. Если они даже этого и хотят на самом деле, просто государственным органам нужно создать эти условия. И чтобы работодатели понимали ценности этих выпускников и сотрудников, которые получили качественное образование и готовы работать во благо страны. И оплачивали, в свою очередь, хорошие и нормальные деньги. Это тоже важно. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам.